Приветствую всех на моем канале. Как обещала, Заза снова появляется на моем канале. Привет! Я обещала, что он расскажет туристам, которые впервые приедут в Грузию, поделятся своими советами, как опытный гид. Субтитры создавал DimaTorzok И поэтому я задам, наверное, часто задаваемые вопросы. У нас есть такие группы в фейсбуке на русском языке, на иврите. И вот если отмониторить эти вопросы, то практически каждый день есть один и тот же вопрос, который всегда появляется там. И начнем с первого вопроса, который задают туристы. Итак, вот они прилетели в Грузию, неважно, в Батуми или в Тбилиси. Что они делают, находясь в аэропорту? То есть им нужно оформлять какую-то местную сим-карту, где это можно сделать, где это можно купить, куда-то идти. Потому что я знаю, что предлагают там чуть ли не в три дорога эти сим-карты. В общем, первый совет, как обойтись со средствами света. Здравствуйте, еще раз приветствую всех на твоем канале. И то, что касается приезжающих в Грузию, в Израиле особенно, они уже заранее подготовлены ко всему этому. И особенно всегда ко мне созваниваются со мной. То есть и получают всю информацию уже по телефону, не то что приезжают в аэропорт. То, что касается самого сим-карту, они берут большинство в аэропорту. Хотя я должен отметить, что в аэропорту стоит, ну, не намного дороже, не особо трогательно для израильтян. Хотя дороже, чем в городе, то, что можно брать эту сим-карту, просто время. И когда приезжают с группами, у них нет времени недостаточно, чтобы эту сим-карту взять в аэропорт. То есть вдруг возникает очень большая очередь, и поэтому уже немножко так. То же самое с деньгами, не в каждой пункте обмена, то же самое, там, они берут большой налог и так далее. Все остальное обычно. То есть обменивать, лучше все-таки въехать в город и не обменивать в аэропорту. Теперь дальше, отъезд из аэропорта. Есть у нас водители, которые, как всегда, караулят туристов около выхода. Есть машины, которые можно снять там на месте. Есть те, которые заказывают заранее трансфер. То есть расскажи, как желательно это все сделать и как желательно соответствовать. Это все зависит от того, как турист, который приезжает, планирует свою поездку. То есть если он планирует с семьей, то, естественно, что он все это заказывает заранее. Они приезжают, если через меня и у меня там это все делается. То есть я им организовываю машину, которую они хотят ехать или могут заказать через наш офис с водителем, который будет их обслуживать. То, что касается самих туристов, которые отдельно приезжают, не с группой, которые, то есть их будут встречаться, автобус и так далее. Те, которые приезжают отдельно и хотят просто попутешествовать, они уже сами то же самое заказывают. Либо машину заранее, которая отвезет их с аэропорта в гостиницу или куда они сняли ночевку. И таким образом. А то, что касается самих этих, которые стоят в аэропорту и берут, ну они, конечно, берут намного дороже, чем обычный водитель, которого закажешь. Но у них есть такое, да, в Тбилиси, например, есть Тойота машины, которые очень хорошие, качественные, и они обслуживают. Есть такие, которые вставляют машину на парковке, потому что они неофициально там могут стоять. И они стоят и забирают туристов тоже так из аэропорта. Но были случаи в Батуме, что расстояние, которое стоит, скажем, 10 лари, за это брали 25 долларов из Батумского аэропорта, и очень многие попадали на это. Дальше гостиницы, квартиры. То есть есть такие, я читала, что очень многие туристы считают, что все, вот мы приехали, все на месте, можно найти, разобраться, снять, потому что очень много вариантов. И тоже касается гидов или так называемых водителей, то есть, потому что, например, по Батуми чаще всего работают водители, а не гиды. Они сопровождают людей, они их отвозят по разным местам. То есть вот здесь расскажи, как тоже себя правильно вести, потому что я видела практически около всех гостиниц стоит около десятка машин у каждого распечатка. И что делать туристу, как ему себя вести в этой ситуации? В этом случае есть то, что касается самих мест ночлег, чтобы ночевать. Это не проблема, все зависит от сезона. То есть в Тубелесии это мало проблематично. А в Батуми из-за того, что это сезонный курорт, там еще надо будет заказать заранее лучше. То есть если в августе и летом, и там юль, и сентябрь, то лучше заказывать заранее. Я по опыту могу сказать, у нас люди заказывают квартиры уже в январе месяце начали, на августе. Я знаю, у меня тоже самые заказы на экскурсии уже на августе почти закрыты, август-юль. Поэтому все, что касается места ночлег, где ночевать, это не особо проблема. Просто надо знать, в какой период, когда заказывать и где хочешь. Потому что места разные по ценам, конкуренция огромная. Поэтому все зависит от кошелка самого клиента, куда и как он захочет. А решение всегда можно найти. По поводу экскурсии тоже самое. Все зависит от того, кто хочет, например, гида на Еврите и те, которые не хотят. Можно сказать так, что определенно ко мне, как я делаю на Еврите экскурсии, обращаются, которые хотят. И они готовы платить, скажем, ту сумму, на которую они знают, на что они платят. То есть они платят на то, что всю информацию, которую они еще и получают. Есть клиенты, которые не хотят это платить. И они, то есть, определенно берут за половину и даже меньше платят местным водителям, которые их просто отвозят с одного места на другое и все. Давай вернемся к вопросу гида. Многие люди считают, что сегодня есть интернет, сегодня есть, в принципе, вся информация в открытом доступе. То есть для чего вообще нужен гид и нужен ли гид человеку? Ну, есть разные категории туристов, которые едят. Есть такие, которые хотят, чтобы они просто знали, сколько стоит, заплатили и за это все было включено. То есть, чтобы голова была спокойна, не искать, не ходить. Да. И, конечно, если посоветуются со мной, например, когда семьи приезжают, они хотят частную экскурсию. То есть я даю им варианты, какой джип они хотят, на какой машине ехать и какие маршруты делать. От этого все уже строится, весь маршрут и мы едем вот так. А уже все, конечно, через интернет. Люди узнают про местах и спрашивают про эти места, сколько будет стоить, как можно ехать, что, какие варианты. И вот так уже все это начинается. Все равно, я думаю, например, тот же гид, можно прочитать про это место. Ну, вот, например, едет семья, скажем, с детьми, которые еще там в колясках, едут уже пожилая пара, едет, ну, пара там 40 лет. То есть все равно, я думаю, что для них должны быть, гид уже знает, что есть в этих местах, как пройти, как не пройти. Абсолютно. Для этого есть гид, который уже побывал в этих местах и может уже знать, например, даже если ехать на джипе, то есть я делал несколько экскурсий, которые очень далеко в Сванете и обходная дорога через Ушгули. На этой дороге одному человеку, у которого нет опыта, лучше не ехать туда. Хотя это одна из моих любимых дорог, которых я люблю объехать, это 90 километров за 8 часов проехать. Это немало. Поэтому такой интересный тур. Я думаю, что люди, которые хотят это делать, такие вещи, они заранее уже знают и готовы к этому. И одному я не советую такие места, как Тушетти, например, тоже поехать. На GPS очень многие едут, там, к сожалению, дорога, одна из самых страшных дорог в мире, Тушетти. Так что надо быть осторожным. Хорошо, я хочу сказать своим зрителям, что у нас будет еще один ролик, где ты расскажешь о местах, которые, опять же, в открытом доступе не найдешь и для которых нужен опытный и правильный гид. Так что оставайтесь на канале и смотрите мое следующее видео. Пока.